итак это второй урок давайте продолжим и поговорим сейчас о том как я разграничил сериалы до чтобы во все тяжкие были только во все тяжкие и например ходячие мертвецы были ходячих мертвецах идем в админку заходим в альбомы здесь мы видим наши фильмы и здесь у меня когда я создавал этот кинопортал у меня встал вопрос как разграничить сериалы значит по категориям да у меня была проблема потому что если например сериал во все тяжкие имеет жанры например триллер то соответственно ходячие мертвецы тоже идет как ужасы и триллер и если у сезонов или у фильмов одинаковые совпадают какие-то жанры то они были у меня то есть во все тяжкие идут серии и потом идут серия ходячие мертвецы то есть в кучу да и у меня стал вопрос как разграничить их по пунктам меню да и мной было придумано решение использовать для этого наши так называемые лейблы да которые здесь шаблоне предусмотрены для музыки смотрите что я сделал давайте зайдем в какой-нибудь сериал во все тяжкие например я вот здесь вот создал лейблы то есть я их стал использовать как бы для разграничения категорий и у меня стоит галочка то есть я создал здесь сериал если я поставлю галочку вот здесь от сериала ходячие мертвецы и нажму обновить идем на сайт обновим страницу перейдем ходячие мертвецы и увидим что у нас сериал во все тяжкие также находится в категории где не должен находиться да давайте уберем галочку то есть я использую лейблы для разграничения вот таких вот категорий чтобы они не мешались кучу то есть соответственно мы тут проходили как их создавать да можно создать их отсюда или зайти лейблы для своих фильмов создаете свои категории что нам нужно сделать было дальше наводим мышку на лейбл нажимаем свойства и нам нужен вот этот вот ярлык то есть как он тут у вас выглядит у сериала ходячие мертвецы ярлык вот такой да там нужно для него создать пункт меню то есть вы копируете ярлык куда-то пока в текстовый документ сохраняйте теперь смотрим как это организовано меню идем внешний вид меню вот у меня идет сериалы во все тяжкие раскрываем смотрите вообще как я его создала здесь просто нажимаете ссылка вот здесь в урал вписываете значит адрес вашего сайта здесь текст например во все тяжкие да и нажимаете добавить меню то есть у меня про все тяжкие адрес вот такой идет адрес потом вы подставляете лейбл то есть косая черта пишите слова слова лейбл косая черта и вот этот вот ярлык вашего вашей категории да то есть точнее вашего лейбла которую назвали подставляете вот если вы все правильно сделали нажимаете сохранить и у вас вот здесь в пункте меню он появится до уходящим мертвецов соответственно вот тоже идет адрес лейбл и потом идет ярлык да очень по сути ничего сложного здесь просто понять нужно как устроено также смотрим как она у меня организована например фильмы также здесь разграничено ужасы боевики чтобы они имели например одинаковый жанр как правило фильм может иметь несколько жанр да например и ужасы и триллер да чтобы они не были все кучей здесь тоже я использовал разграничение то есть в адресной строке вот здесь наверху можете посмотреть идет адрес слэш идет геннерс то есть жанр да и потом идет ярлык нашей категории да давайте посмотрим как это выглядит идем альбома переходим альбом геннерс его смотрите боевики свойства вот идет боевик да вот он боевик подставляется да и аналогичным образом также здесь то есть вы создаете просто здесь стиль потом смотрите ярлык какой запоминает или копируете и также идем внешний вид меню вот смотрим например ужасы вот идет наш адрес мой да потом слэш поставляю слово геннерс жанр да и название ужаса на это тоже просто ссылка вот здесь вот создала ссылку и сюда добавил то есть вот таким вот образом разграничивается в этом шаблоне на и получается потом такая красота все по стилям соответственно самое слово фильмы идет все в перемешку здесь то есть новые фильмы добавляется вот здесь с краю как организована фильмы здесь уже идет страница созданная то есть просто тупо здесь мы проходили уже с вами создаем страницу здесь выбираете албом сколько хотите колонок я выбрал 5 вот они 5 штук здесь как бы ничего сложного нет так напоминаю вам если вы из урока не помните то есть как сделать ограничение например для фильмов то есть фильмы вот это по сути это главная страница во первых вот из не помните он напомню как это сделать идем настройки чтение то есть вот здесь просто вставите точку статичная страница главный назначаете вашу страницу соответственно главная страница у меня фильма является да если вы хотите здесь много чтобы был на одной странице фильма да то и соответственно вот здесь вот на странице блога отображать не более да выставляйте свое значение то есть когда придет лимит вот этому значению здесь внизу появится постраничной навигации да думаю вы это наверно уже знаете давайте продолжим дальше как у меня устроено там я вам напомню если вы не помните или в уроке я не знаю затрагивал эту тему идем опять альбомы заходим опять во все тяжкие соответственно вот видите артиста я выбрал сначала создал артистов соответственно здесь я указал всех их что они снимаются в этом кино я трех главных артистов выбрал вот пожалуйста тот задний план да я его разместил если мы перейдем в сезон вот сзади видите да задний план ну и вот она ниже background вот она картиночка вот это вот маленькая соответственно размер подгоняется здесь у меня вот эта картиночка зеленые по ширине 1000 на 72 пикселя то есть она вот она выглядит ну и соответственно вот этот блок албум геннерс да соответственно я решил здесь делать жанры фильмов да то есть создают также здесь жанра и ставите галочки сколько жанров имеет этот фильм и ставите здесь галочки вот он относится к драме криминал триллер здесь все понятно так вот смотрите еще сериал видите я сделал что вот он был не кликабельным просто налил мышку и меня всплывает подменюшки то есть как сделать это да если кто не знает это внешний вид меню это тоже элементарно я создал ссылку добавил ее в меню посмотрим как она выглядит то есть сначала чтобы она сюда добавился впишите какой-нибудь адрес нажмите добавить меню а здесь по раскрытию отредактировать ее я просто убрал урал и оставил текст сериала все и получается как бы сериала видите не кликабельно если это нужно так вот еще теперь обратите внимание вот на адрес как выглядит у меня видите у меня после адреса идет слово тест и потом идет значит альяс самого то есть этот ярлык самого сериала если вы хотите здесь получить какой-то красивый адрес я сейчас покажу вам где это правится я это просто сделал для примера русский текст здесь не советую использовать здесь будет актуально использовать такую вещь то есть адрес адрес вашего сайта слэш потом например фильмы или фильм английский на латиницей а потом идет слэш и ваш адрес этот ярлык до вашего фильм где вставляется слов можно конечно здесь ничего не трогать и тогда у вас будет просто адрес вашего сайта слэш и потом пойдет вот это вот название вашего фильма который создает создается автоматически да но и все-таки если вам вот здесь вот нужно что-то свое всегда что подставлялась это идем шаблон то есть это значение этот тест она подставляется автоматически то есть находясь на нашем шаблоне самая верхняя вкладка спускаемся ниже находим albums вот это вот значение и вот здесь вот просто вписывайте то слово которое вы хотите чтобы присваивалось к альбомам и тут также можно сделать для других артист видео и же mix events события да то есть этот настройки они находятся здесь но сразу вас предупрежу если вы хотите здесь что-то сделать лучше сразу это обдумайте сделайте чтоб потом это не трогать не менять не удалять посмотрите что произойдет если например вы решите не использовать здесь ничего удаляем нажимаем сохраниться и теперь просто обновляем страницу мы увидим 404 ошибку в общем здесь с этим моментом будьте осторожней не играетесь лучше вообще сюда как бы ничего не писать но все-таки если вам сюда что-то нужно то несколько раз подумать об этом что дальше значит вот это вот иконочка да вместо наушников как я заменил значит на своем компьютере находите папку с шаблоном music play заходите внутрь потом images и вот не знаю видите вы нет вот она называется икон аудио то есть они здесь вот расположены автоматически подставляются там где они прописаны в коде да и вот иконочка икон видео что я сделал просто я скопировал эту иконочку например куда-нибудь другое место другую папку дал название икон аудио то есть просто прям отсюда вот так скопировал и присвоил вот этой иконке название аудио и закинули сюда с заменой файла и все она автоматически вот сюда у вас подставится возможно сразу вы здесь ее не заметите потому что скорее всего нужно будет вам почистить куки браузер ну и если еще на этом сайте на вашем который вы делаете уже будет включен кэш соответственно нужно почистить кэш чтобы вот эти вот изменения визуально вы увидели сразу ну или зайдите другого браузера после смены картинки она здесь появится моментально так теперь давайте как языковые файлы здесь заменить чтобы вот здесь вот было соответствие да как у меня фильмы фильмы а не музыка на форуме у меня найдете значит вот такие два ру ру здесь вот тип по мо видно найдете такие два файла скачать к себе на компьютер значит кто не знает да как это заменить на и заходите на фтп либо через фтп клиенту либо через хостинг я вот уже зашел подключаетесь через фтп я видите да нахожусь вот сейчас в корне сайта дойдет паблиш html здесь заходим контент темс music play тема наша находите папку language тут они мне уже присутствует просто у вас если стоят тоже старый вот эти от музыкального сайта языковые файлы перекидывайте просто туда эти языковые файлы с заменой файлов и все и после обновления страницы у вас подставится значит здесь русские вот такие вот слова теперь давайте вместе с вами чтобы у вас не возникали вопросы я создам еще одну страницу какого-нибудь жанра и создам еще какой-нибудь сериал для примера давайте создадим жанр криминал и для примера я буду устан создавать пост вот этого фильма до шарда скорости который вышел в четырнадцатом году в главных ролях снялся актер который снялся от во все тяжкие идем знаешь в админку сначала мы создадим категорию албум с геннесс нажимаем у меня криминал уже создан то есть вы просто вот здесь вот название пишите криминал нажимаете вот на эту кнопку да нажимаем наш свойства и запоминаем вот этот вот ярлык идем внешний вид меню создаем значит ссылку вписываем наш адрес сайта пока просто пишите адрес и напишите здесь криминал и нажимаем добавить меню она у нас появилась здесь если она у вас является под пунктом меню так что тянем ее у меня это под пункт меню к фильмам и давайте в самый низ открываем ее давайте ее будем редактировать здесь ставим косую черту так оставляем как есть в другой вкладке в браузере идем на главную страницу зайдем в какой-нибудь стиль это нам нужно чтобы под руками не писать вот в адресной строке просто скопируем вот это слово до ген раз идем в админку подставляем его здесь ставим слэш то есть мы сейчас прописываем в пункт меню путь к этому жанру криминал да и здесь подставляем то что мы скопировали когда создавали жанр криминал то есть сам ярлык вот таким образом по сути все если мы все сделали правильно у нас будет отображаться нормально страница если мы что-то напутали сделали неправильно будет отображаться 404 ошибка и не забываем нажать сохранить меню давайте обновимся наведем на фильмы внизу видим криминал переходим и у нас ошибка не возникла а возникли фильмы у которых есть жанр криминал то есть смотрите видим да сейчас сезоны во все тяжкие все выплыли заходим в админку заходим в альбом и находим наш сериал и вот здесь вот видим да что стоит галочка криминал соответственно здесь попадают все фильмы до которые имеют отношение к этому жанру но заметьте зато другие фильмы например ужасы не попадут уже туда если мы будем вводить вот таким вот образом до триллеры думаю здесь все понятно ну а теперь давайте создадим сам пост с фильмом да и так идем значит albums и нажимаем верху кнопку от nav albums добавляем новое кино заголовок ставим нашего фильма сразу загружаем постера соответственно этот блок помните да я вас учил перетаскивать скорее всего у нас будет сам внизу вот здесь я для доступа притащил его наверх загружаю постер так миниатюру мы задали здесь можно ставить какое-нибудь описание фильма точнее описание данного фильма артисты name выбирайте значит артист который снимался в этом кино непосредственно это вот этот артист из сериала во все тяжкие как джесси пинкман как создавать артистов мы проходили все это поэтому здесь не повторяюсь также можете внести сюда дата создания фильма этот фильм имеет такие жанры как боевик драма криминал и триллер еще сам фильм я не знаю если он вас там вы на youtube его залили еще где-нибудь вот здесь вот видео можно вставить либо здесь кода от видео либо вставить вот здесь прям прямиком ссылку с youtube давайте я вам покажу как это делается еще раз значит в youtube я поставлю трейлер к этому фильму смотрите просто копируем адрес вот как он есть и wordpress движок так устроен последней версии да что просто мы вставляем ссылку и плеер здесь сам отображается либо ставим его здесь либо вот здесь вот кликаем значит поделиться и html кода и просто копируем целиком код и вставляем его здесь то есть на усмотрение либо здесь либо здесь ну и для этого фильма я скачал постер покажу вам да еще раз размещаем его здесь то есть конкретно для этой страницы как я уже говорил но должна быть картинка большой вот видите на экранах до 1920 на 1200 меня загружаем и вставляем давайте посмотрим что у нас получилось нажимаем опубликовать значит на главной странице он у нас здесь прекрасно встал да давайте сначала посмотрим на странице пункта меню в криминал зайдем он у нас здесь тоже отображается так как он имеет еще и триллер соответственно он будет и здесь он имеет и боевик он тоже у нас тут находится но его не должно быть в ужасах как видим его здесь нет замечательно давайте перейдем сам фильм сразу братья обращаем внимание что здесь подставляется да кто снимался в этом фильме да то есть заранее подготовленная мною страница этого актера до вас перебрасывает сюда мы это все уже проходили так тут какое-то описание ну и соответственно идет трейлер или фильм сам размещается сюда еще фильм данного жанра новая кстати фишка wordpress a41 смотрите появилась кликаем сюда если мы мышкой находимся в этой области редактирования то все как бы по краям не нужны да как бы уплывает в сторону если мышку убираем отсюда все возвращается на круги своя то есть вот опять вот такие вот замутили разработчики понты вот кстати постер да смотрим на странице сзади видим его да разместился постов только для данного фильма тем шаблон и замечательным да что можно вот таким вот образом просто круто организовывать отображение вообще контента да и так давайте разберем теперь вот эти вот шорткоды да мы уже проходили их но некоторые моменты здесь есть которые я не рассказывал обратите внимание этот шорткод табы да он стоит в постах то есть вот этот пост фильм вообще здесь не предусмотрено в пост вот вы здесь внутри поста в админке нигде не увидите где вставлять шорткод так уж разработчики не знаю почему сделали точнее не сделали чтобы шорткоды тут отображались я даже с ними переписывался они говорят нельзя использовать эти шорткоды постах только на страницах а я вам скажу что их можно использовать просто здесь они не выводятся не знаю почему просто как вообще сюда вставить тогда просто идете создаете любую страницу так заходим страницу и вот шорткоды у вас должны быть вот здесь отображаться как у меня да просто что мы сделаем мы его сюда сейчас создадим отсюда скопируем и тупо вставим в пост и он здесь будет также прекрасно работать значит выбираем apps выбираем сколько вы хотите колонок здесь сразу такой момент максимум можно выбрать 4 у меня смотреть 1 2 3 4 5 6 я вам покажу как их увеличить выбираем 4 горизонтально и без анимации нажимаем вставить вот весь код аккуратненько вот так целиком копируем идем в пост например то бы перед описанием и вставляем здесь давайте обновим и посмотрим что мы имеем заходим в пост и и видим вот у нас только 4 этапа да сравниваем его с постом во все тяжкие видим что здесь первых цвет я изменил да сейчас покажу как это сделать также ведь вот этот серый цвет его тоже вы сможете изменить причем цвет можно менять к для каждого вот такого вот там а здесь например белый здесь красный то есть как вы хотите я решил у себя стать белый во первых давайте увеличим что нам здесь не хватает чтобы для полного во всю ширину не хватает еще 2 до во первых это не только по ширине возможно не хватит вам вот 4 чтобы разместить всю информацию которую вы хотите о фильме да вот и красивее будет смотреться да когда она во всю ширину вот и как раз умещается 6 штук и так как их увеличить это этапы как размножить до начинается значит вот tab title вместе с квадратной скобочка аккуратненько копируем и вот до этого tab с косой чертов квадратных скобок да то есть вот все что я выделил это один tab копируем и вставляем его вот видите где tabs последняя кусочек кода в квадратных скобок перед ним вставляем это пятый отступаем пробел и еще один вставляем думаю здесь понятно обновляем смотрим и вот пожалуйста у нас появилось 6 штук как менять вот эти названия я говорить не буду мы это с вами уже проходили также как вы тут контент here нет смысла повторять одно и то же давайте изменим цвет вот смотрите title вот начинается значит tab title title here и вот tab color color это цвет да нужно нам вставить сюда код цвета код цвета вставляется так на английской раскладке ставим сначала одну решетку и нам нужен код цвета например белый белый цвет это пять букв английских f и просто на клавиатуре набираем 1 2 3 4 5 6 точнее 6 давайте посмотрим что у нас получилось цвет белый цвет белый стал у всех если вы каждому там вот где tab scolor пропишите разный цвет то соответственно он будет разный если хотите оставить только белый делаем белый но видно что здесь вот не видно на белом первом табе не видно текста потому что наш текст тоже белого цвета где меняется цвет текста смотрим дальше после того как мы его здесь добавили цвет идет текст color то есть цвет текста и между кавычек также оставим решетку и черный цвет то на 6 нулей на клавиатуре набираем и смотрим видите да все стали черными даже смотрим как я вставил видео да так идем значит видео нужно тут html в коде находим значит начиная с самого верха для первого таба находим контент here удаляем его переходим вот сюда на вкладку текст и вставляем наш код с youtube вот перед закрывающимся там между квадратными скобками так я код вставил нажимаем сюда визуально здесь конечно будет смотреться все вот так вот некрасиво не обращайте на это внимание главное снаружи будет все смотреться замечательно обновляем страницу ну и вот здесь например вы где тайтл хер напишите трейлер здесь будет смотреться трейлер ну тут другие вкладки у меня пустые здесь больше нюансов каких-то здесь сложности быть не должно здесь размещайте не знаю какую-то информацию о фильме да здесь нашем примере я еще постеры делал здесь просто обыкновенно ставы пишите текст где контент here да и делайте его ссылкой то есть я заранее подготовил постеры во все тяжкие вот так вот зашел скопировал адресную строку и просто дал ссылку этому тексту таким образом по клику по этой ссылке меня перебрасывают мы с вами уже видели да вот на галерею думаю здесь останавливаться подробно нет смысла так ну давайте посмотрим процесс создания сериалов да как я разграничил еще раз вместе с вами сейчас создадим чтобы у вас не возникло вообще никаких вопросов давайте я для примера создан сериал называется он те кто убивают ну я просто наобум выбрал и сам я лично его не смотрел просто для примера значит что надо сделать для этого вот смотрите идем до а он был и был так как сериала я разграничу через вот этот параметр лейбл видно здесь у меня сериал во все тяжкие и сериал ходячие мертвецы но и для начала все так же как из геннерс то есть жанрами да также мы делаем лейблы ну просто метод разграничивания наших сериалов по пункту меню чтобы они не пересекались допишем сюда название нашего сериала также можно здесь вот дописать как я и здесь сделал сериал и нажимаем вот на эту кнопку добавить вот он у нас вот здесь списке появился сразу заходим свойства и копируем его ярлык также по аналогии сначала создадим страницу идем внешний вид меню также создаем ссылку текст ссылки значит пишем заголовок нашего сезона здесь пока оставите просто адрес сайта добавить все то же самое практически только вместо геннерс ставим лейбл тех кто убивает перетаскиваем его в сериалы последним пунктом меню и редактируем также ссылку смотрим как например выглядят у нас ходячие мертвецы нам нужно вот это слово лейбл также ставим косую черту ставим лейбл косая черта и скопированный наш ярлык как бы на эту категорию да по сути все тоже сохраняем теперь создаем наш сериал нажимаем от нефс албум также здесь пишем заголовок наши сериала сразу загрузим постер никаких данных принципе здесь по фильмов сериалу заполнить я не буду просто я вам показываю для примера чтобы вы знали как здесь как это все оформить жанр у него боевик триллер криминал также создаете отдельно актеров кто снялся главных ролях они будут здесь вот здесь отображаться выбираете их тут и вот важный момент спускаемся ниже где албум лейбл да здесь нам нужно выбрать наш сериал который мы делаем сериал те кто убивает то только что созданный нами лейбл ставим здесь галочку и нажимаем опубликовать и посмотрим что у нас получилось идем на сайт обновляем страницу наводим мышь на сериалы внизу у нас появился те кто убивают кликаем и все замечательно сработает у нас идет в этом пункте меню только сериал те кто убивают соответственно если у него тут несколько сезонов также здесь вот они будут у вас боксами такими идти до в адресной строке смотрим вот этот наш адрес как мы сейчас прописывали ссылку так она и есть вот лейбл и ярлык нашего фильма несмотря на то что у него у этого фильма жанр совпадает с другими сериалами здесь отображается только он то есть вот за счет лейблов мы смогли вот так вот разграничить перейдем на главную также красивым образом здесь все отображается также этот сериал здесь появился и в заключение этого урока так сказать на десерт я хочу поделиться полезным инструментом который позволит вам сократить время при создании постов при создании фильмов на вашем сайте да есть специальный плагин вот его название запомните или посмотрите чтобы вписать его в поле поиска плагинов сейчас вы поймете что это такое зачем он нужен идем насчет плагины добавить новый в поле поиска вставляете вот название этого плагина нажимаете enter он появится вот здесь в первом стандартном также вы установите он меня уже установлен поэтому тут статус у него установлен что это такое это как бы шаблон заготовок ваших для постов что за такие шаблоны вот смотрите давайте опять в пример возьмем во все тяжкие вот например при создании поста существуют какие-то моменты которые повторяться будут у вас всегда например вы заведомо знаете что у вас в каждом фильме будут вот такие вот например там и да но представьте каждый новый пост нужно каждый раз лезть в шорт-коды копировать вставляет менять цвет и так далее это первое так возможно здесь будет что-то у вас еще повторяться и вот такие моменты можно сделать заранее подготовить в шаблон потом в один клик просто вызывать данный шаблон и он будет автоматически подставляться что значительно сэкономит вам время также можно такие шаблоны создать неограниченно под каждый жанр там ужасы боевик триллер и так далее давайте наглядно это проделаем после установки и активации плагина у вас вот здесь вот появится такой вот template кликаем туда у меня уже создан один шаблон я его назвал табы давайте в него зайдем посмотрим что там есть я здесь вставил просто тот самый код табов то есть например я хочу чтобы в каждом фильме у меня всегда были табы да то есть что вы делаете давайте сначала сделаем самого вы создали значит все код все что нужно вам что у вас будет всегда повторяться идете в templates нажимаетесь от нев произвольный заголовок например ужасы если это будет относиться к ужасам это неважно это будет только здесь этот заголовок и вы все равно смените на название фильма здесь вписываете все что у вас будет повторяться все что вам вообще нужно и нажимаете опубликовать и все по сути теперь как его использовать как его подключить например вы решили выложить какой-то фильм идем альбомы нажимаем 1 альбом и вот здесь вот будет появляться у вас этот template по клику по галочке вас вот здесь вот будут все все ваши созданные шаблоны ну например нажимаем выбираем ужасы и нажимаем вот на эту кнопку и и вуаля весь код у нас здесь вставился вот такой вот замечательный инструмент думаю на этом все если у вас возникнут вопросы пишите в комментариях и удачи вам